МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не варяйте, в страну завезли еще одну вакцину от кори. Дает очень серьезное осложнение. На головной мозг. Кто в зоне риска опасной заразы? Тревожная кнопка. В Могилеве задержан серийный вор-иностранец. Общая сумма крадиного составила около 7 тысяч рублей. На что рассчитывал подозреваемый? Акция неравнодушных. БРСМ активно помогает пожилым людям. Я считаю, что нужно людям все чаще и чаще дарить радость. Как стать частью большого дела? А также золотые рекорды, молочные лидеры и рамки родительства. Совет министров расширил перечень для признания семей СОП. Кто попал на карандаш? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Без окон, без дверей. В Бобруйске приступили к демонтажу хирургического корпуса больницы скорой помощи имени Марзона. Через пару недель четырехэтажные здания сравняют с землей. В 70-х годах прошлого века оно было главным. Кроме нескольких отделений здесь работала и администрация учреждения. Но за более чем 50 лет мир технологий совершил значительный скачок. Корпус больше не отвечает современным требованиям. Согласно предпроектной документации сумма составляет всего в целом проекта. Снос объекта и строительство нового восьмиэтажного корпуса составляет 201 миллион 21 тысяча. Дальнейшая судьба корпуса была окончательно определена в ноябре во время рабочего визита председателя Могилевского обл. исполкома. По проекту предусмотрено 8 рабочих этажей с современным оборудованием. В стационаре комфортно разместится 288 коек. Нормативный срок строительства рассчитан на 37 месяцев. Здесь же, кроме хирургического, откроются два новых отделения – нейрохирургическое и травматологическое. Золотой клиент «Ломбарда» в Могилеве задержан серийный вор-иностранец. Поздно вечером в салон сотовой связи проник незнакомец. Однако охранник торгового центра спугнул злоумышленника, который пытался похитить 26 смартфонов общей стоимостью свыше 36 тысяч рублей и нажал тревожную кнопку. Оперативники задержали 42-летнего подозреваемого. Кроме налета на ТЦ, известно о его причастности к трем кражам со строительных объектов. Мужчина срывал навесные замки и проникал в помещение. Откуда похищал электроинструменты, а после сдавал их в ломбарды областного центра. Общая сумма украденного составила около 7 тысяч рублей. Оборудование частично изъято правоохранителями. Возбуждено уголовное дело за кражи в крупном размере. Вьетнамское гостеприимство, очереди на границе и Беларусь в топе. Наша страна в пятерке лидеров по производству молока. Сколько литров дает корова? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Новый рекорд 2023 поставили золотовалютные резервы. На 1 декабря международные активы достигли 8 миллиардов 255 миллионов долларов. Это ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Объем определяет способность государства погашать долговые обязательства. С помощью резервов правительство регулирует котировки валют и другие экономические параметры. Беларусы готовы наращивать взаимный товарооборот с Вьетнамом. И сейчас обсуждаются будущие проекты. Двустороннему сотрудничеству придается огромное значение, отметил президент азиатской страны на встрече с премьер-министром нашей и подчеркнул важной связи. Для активизации бизнес-контактов и туризма подписано безвизовое соглашение. Теперь полеты из Минска в Ханое без разрешительных штампов. Беларусь вошла в пятерку мировых лидеров по производству молока на душу населения. 853 при потреблении 238 килограмм. Животноводчество – одна из эффективных отраслей сельского хозяйства в нашей стране. Но чтобы получать больше продукции и улучшать ее качество, важно соблюдать технологии и совершенствовать производство. К примеру, до 2026 запланировано строительство 14 новых и реконструкция действующих свиноводческих комплексов. Расширен перечень вставаний для признания детей, которые находятся в социально опасном положении. Для того, чтобы попасть в списки СОП, родителям достаточно в течение более чем трех месяцев не работать и тратить пенсии, пособия, единовременные выплаты, материальную либо адресную помощь ненадлежащим образом, из-за чего основные потребности ребенка не удовлетворены. Например, отсутствует еда, одежда, обувь, а также место для отдыха и занятий. Очереди фур на пути в Евросоюз за неделю увеличились на 1100 единиц. Самые загружены – польские кукурыки. За 24 часа с определьной стороной было пропущено 70% транспорта от нормы. На белорусско-литовской границе наибольшее количество большегрузов ждут въезда в Беняконе – около 900. Есть заторы и из легковушек. Минздрав закупил еще одну вакцину от Кори. Сейчас доступны препараты индийского и российского производства. К ним присоединится бельгийский Приорикс. Пока он проходит контроль качества. В медучреждение компонент поступит в течение двух недель. В зоне риска, напомним, непривитые. На них приходится 74% заболевших. Специфического лечения инфекций не существует. Однако ее можно предотвратить с помощью укола здоровья. Это наиболее безопасный и эффективный способ защиты. Взрослым свой прививочный статус можно узнать в поликлинике. Корь – тяжелое заболевание. Дает очень серьезные осложнения. На головной мозг, глаза, тяжелая пневмония. Единственной защитой, обращаюсь особенно к родителям, это является вакцинация. То есть нужно получить прививку против Кори. Она делается в год и в 6 лет. Делается бесплатно. По информации Минздрава, за год в стране зарегистрировано 140 случаев заражения Корью. Все завозные. 48% – дети. Союз добра. Неравнодушная молодежь по всей стране подставляет плечо пожилым, одиноким инвалидам. БРСМ ежедневно принимает десятки звонков с призывом о помощи. Благотворительная акция уже давно стала хорошей традицией. Наша съемочная группа присоединилась к волонтерам. 84-летняя Надежда Москалёва живёт с сыном-инвалидом. Надеяться им не на кого. На просьбу о помощи откликается целый мини-отряд волонтёров. Ребята в считанные минуты расчищают территорию от снега, выбивают ковры. К слову, поддержку в этом доме оказывают уже не в первый раз. Помогали мне, проходили. У меня была машина дров. Они мне и порубили, и порезали, и помогли его сложить. Я очень благодарна, что на сегодняшний день позаботились, чтобы я тут не смёзла, и чтобы было уже чисто. Снежные десанты БРСМ спешат на помощь каждому, кто в этом нуждается. В списке ветераны, одинокопроживающие, инвалиды. При необходимости ребята приносят с собой нужный инвентарь. Со снежным покрывалом пожилым людям справиться, конечно, тяжело. А команда молодых бойцов быстро устраняет последствия циклонов. Мы постоянно принимаем участие. Примерно это около одного раза в неделю у нас такие акции проходят от БРСМ. А тем более в преддверенного года, я считаю, что нужно людям всё чаще и чаще дарить радость. Я обратилась в Белорусский Республиканский союз молодёжи. И ребята мне оказывают настолько доброжелательно, звонками, вниманием таким. Я очень довольна. Оказывается, помощь пожилым людям. Уборка из снега поддержка волонтёров БРСМ не ограничивается. Активисты готовы помочь с порядком в доме, купить продукты или лекарства, наколоть и сложить дрова, принести воду. Любая маленькая помощь имеет значение, когда она оказана от чистого сердца. Информацию о проходящих акциях мы размещаем в нашей группе в социальной сети Инстаграм. Также в Телеграме в группе «Говорит и показывает Бобруйск». Также мы активно работаем с Центром социального обслуживания населения. Туда граждане подают заявки, а они уже передают их нам. Мы на них откликаемся и стараемся удовлетворить все заявки. Республиканская благотворительная акция БРСМ проходит круглый год. В каждом районе города ребята готовы прийти на помощь. Во всех комитетах Союза молодёжи работает горячая линия. Заявку на оказание услуг можно оставить по номерам телефонов, которые указаны на экранах. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Детские мечты должны сбываться, особенно в Новый год. В Бобруйске пройдёт благотворительный марафон. На протяжении нескольких недель гостями праздничной студии телеканала Бобруйск-360 станут руководители города и организаций, бизнесмены и представители общественности, которые неравнодушны к судьбам маленьких белорусов. Первый выпуск зрители увидят уже 15 декабря. Внести свою лепту в доброе дело может каждый. Перевести посильную сумму на специальный счёт. Собранные деньги направят на оказание помощи нуждающимся ребятам. Реквизиты на ваших экранах. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!